Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще по какой-то причине не подписаны, рекомендуем подписаться. На нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора и приобретения поддержанного авто, в том числе и обзора на машины, как в формате тест-драйвов, так и в формате обзоров технических, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Сегодня у нас на обзоре автомобиль-представитель китайского автопрома. Хотелось бы нам этого или нет, но с этими автомобилями нам, похоже, придется далее жить. На данный момент времени такие модели попадают к нам еще очень и очень эпизодически, но, скорее всего, вопрос времени, когда они изрядно разбавят корейские и японские модели. Воспользовавшись случаем, мы решили посмотреть, что представляет собой один из крайне популярных на российском рынке новых автомобилей паркетник HVL F7X. Встречайте! Буква «Х» в названии этой машины указывает на то, что мы имеем дело с кузовом типа «спорт-купе», поскольку это кроссовер и вдобавок пятидверный. У обычного F7 та же техническая база и передняя часть кузова, но задняя часть отличается, и багажник там побольше. С точки зрения практичности обычный F7, конечно, выгоднее, но этот симпатичнее. Модель появилась в 2019 году и выпускается по сей день, пройдя через рестайлинг. Рестайлинг, кстати, случился в 22-м. На российском рынке эти машины доступны с двумя вариантами силовых агрегатов. Оба мотора бензиновые. Первый, младший в линейке, 1,5 литра на 150 лошадиных сил с турбонаддувом. Постарше 2 литра на 190 лошадей, также с турбиной. Коробки передач только роботизированные, а привод передний, либо полный. Наш сегодняшний экземпляр 2021 года выпуска пробег автомобиля 30 тысяч километров. Здесь двухлитровый двигатель и полный привод. При первом взгляде со стороны HVL F7X не производит впечатление громоздкой машины, но при этом автомобиль-то на самом деле не маленький. Длина кузова 4 метра 61 сантиметр, ширина 1,84 метра, а высота 1,65 метра. Колесная база при этом 2 метра 72 сантиметра, то есть ровно столько же, сколько у Toyota Mark II в сотом кузове. Автомобиль не назвать при этом слишком уж легким. Снаряженная масса 1750 килограмм, а максимально разрешенная полная масса этой машины 2 тонны 200 с лишним. Что касается коррозионной стойкости кузова, рассуждать об этом на автомобилях, которым едва-едва исполнилось 4 года, пожалуй, некорректно. Но вот про толщину окраса можно заметить следующее. Большинство подобных машин, выходящих с конвейера, будут иметь толщину окрасочного покрытия в диапазоне от 100 до 160 микрон, то есть несколько толще, чем мы привыкли на японских или некоторых корейских брендах. Обзор внутреннего содержимого автомобиля по традиции начинаем с багажника. Доступ куда? Нам открывает довольно увесистая крышка с электрозамком, но без электропривода. Это, кстати говоря, максимально возможная комплектация для данного автомобиля. Что мы видим здесь? На самом деле багажник у HVL F7X довольно-таки небольшой. Каталожный объем багажного отделения чуть больше 360 литров. Давайте посмотрим, что это в линейных размерах. Ширина проема по его средней части это 103 сантиметра. Ширина самого багажного отделения в его широкой части 128, а в узкой между колесными арками всего 102. Длина багажника при поднятых спинках задних сидений составляет немногим более чем 80 сантиметров, что-то порядка 87. Так что, если вы планируете путешествовать на этом автомобиле компанией хотя бы из 4-х человек, вам придется слегка ограничить себя в плане багажа. Для чисто хозяйственных нужд версия F7X как раз-таки не очень подходит, но если вам надо увезти что-то более габаритное, вы можете сложить спинки задних сидений. Правда, делать это вам придется из салона. Высота багажника, кстати, если считать его примерно по средине стойки, порядка 44 или 45 сантиметров. То есть он еще и невысокий. При сложенных спинках задних сидений расстояние, которое будет доступно вам для размещения груза, будет порядка 164 сантиметров в длину. Но при этом, кстати, благодаря ширине салона, можно натолкать сюда уже побольше чего-то, что вам надо перевезти. Ну, а если вы стоите перед необходимостью перевезти на Havail F7X какой-то действительно габаритный груз, длинный и узкий, и протолкнете его между передними сидениями, то до передней панели у вас будет порядка 2 метров 50 сантиметров. Так что в хозяйственный магазин за промтоварами выдвигаться можно, но желательно без пассажиров. Что касается каких-то дополнительных удобств, кармашков и так далее по багажнику, здесь мы видим заводскую полку, плафон освещения и два крючка с максимальной нагрузкой порядка 3 килограмм, которые открываются с левой и с правой стороны на боковых обшивках. Самих каких-то карманов особо глубоких здесь нет. Две очень-очень небольшие ниши по краям и под фальшполом мы видим докатку, а также набор штатного инструмента. Причем, в отличие, например, от Hyundai AX35 или Kia Sportage, где вокруг полноразмерного колеса на полу можно натолкать еще очень много разных полезных в хозяйстве предметов, сюда вы практически ничего больше не положите. Ну, разве что внутрь докатки, но здесь место для хранения уж очень неглубокое. Ну, а теперь поговорим про интересное, а именно про салон этого современного китайского автомобиля. Как мы уже отмечали в обзоре на Geely Coolray, который мы делали не так давно, попадая в салон китайской машины, почему-то в первую очередь обращаешь внимание на непривычные размеры кнопок и пиктограмм. Непривычные относительно европейских, японских, корейских, любых других автомобилей, а не потому, что сами кнопки и шрифт на них гораздо меньше, чем мы привыкли. Это касается как размера кнопок, например, управления стеклоподъемниками, так и, собственно, клавиш, например, на рулевом колесе, либо кнопочек на панелях управления, чем-либо в автомобиле. И даже клавиша ручника, который имеет электрический привод, в данном случае как будто меньше, чем, допустим, на автомобилях от тех же корейских производителей. Но при этом, кстати говоря, о материалах, передняя панель в автомобиле выполнена из мягкого пластика, который легко продавливается пальцем. То же самое касается панелей сбоку. Подлокотники в данном случае у нас обшиты материалом под кожу. Скорее всего, кожа, конечно, искусственная, но за натуральную кожу приходится переплачивать даже на немецких брендах. И вообще найти здесь пластиковую панель надо постараться. Сюда можно отнести, разве что, вот, часть отделки центральной консоли. Она действительно, что называется, деревянная. Все остальное окружающее вас, так или иначе, тактильно приятно. Дизайн панели тоже современный. В целом, на любителя мне привычнее по старинке аналоговые приборы. Но здесь у нас полностью цифровая комбинация приборов и большой дисплей мультимедийной системы. Что касается посадки за рулем этого автомобиля. Мой рост метр восемьдесят шесть сантиметров. И, в принципе, мне удалось подобрать для себя нормальную посадку. Рулевая колонка здесь регулируется по двум направлениям. Правда, она имеет только механические регулировки. Даже в максимальной комплектации, как в нашем случае, никакой электропривод ей не полагается. Диапазон регулировки на самом деле довольно ограниченный. И чем-то напоминает Corolla Fielder. Но, тем не менее, по соотношению расположения руля к сидению, в целом, получается, устроится удобно. Но это у меня водительские привычки. У каждого свои. Само сидение здесь имеет довольно четко выраженный профиль боковой поддержки, как на спинке, так и частично на подушке сидения. И имеет электрические регулировки. Но людям, которые привыкли видеть множество регулировок, например, на немецких автомобилях, в данном случае, может быть слегка непонятно, почему производитель решил ограничиться буквально только двумя регулировками. Тремя, вернее. Сидение имеет регулировку для продольного перемещения. Само собой, разумеется, вы управляете наклоном спинки. И вы можете корректировать высоту подушки сидения, но не ее наклон. И вот этот момент может для кого-то оказаться решающим, при невозможности подобрать удобную позицию. Хотя сам диапазон регулировки сидения здесь довольно-таки большой. И если я уеду до конца вниз и назад, то моя левая нога полностью выпрямляется в колени. Правда, при этом, если я сильно постараюсь, вытяну ногу уже до упора, я смогу все-таки достать пол салона. Но диапазон, тем не менее, неплохой. Предполагаю, что большинству людей за рулем этого автомобиля будет достаточно удобно. Что касается кнопочек, органов управления и так далее. На самом деле, клавиш здесь довольно-таки немного. Сгруппированы они плюс-минус логичны. И разбираться с этим долго не придется. Тем более, что львиная доля функций между клавишами и сенсорным дисплеем дублируется. Под левой рукой на подлокотнике довольно удобно, кстати говоря, располагается пульт управления стеклоподъемниками и боковыми зеркалами. Складывание и регулировка. Клавиша центрального замка на водительской двери. И справа от рулевого колеса у нас располагается блок клавиш, где мы можем корректировать яркость приборной панели, корректор фар, режим переключения света фар ближний-дальний, а также функцию контроля скорости на спуске с горы. С правой стороны внизу у нас клавиша запуска остановки двигателя и блок управления климат-контролем по большей части. Но помимо климат-контроля сюда же вынесена клавиша быстрого перехода в меню управления подогревом передних сидений, который здесь цифровой. И, соответственно, выбирать степень подогрева можно уже только на дисплее. Здесь же у нас присутствует клавиша быстрого перехода в меню настройки функции автомобиля и мультимедиа, клавиша принудительной активации режима трансляции изображения с камер кругового обзора, а на этом автомобиле обзор именно круговой, и клавиша переключения режимов работы автомобиля и трансмиссии. В данном случае их несколько. Это стандартный режим движения, режим для заснеженной дороги, для грязи, для песка и так далее. Выглядит это как некая отсылка к системе Terrain Response у Land Rover, но как это работает мы лично не проверяли. Также здесь отдельная клавиша включения экономичного режима работы автомобиля и клавиша выключения системы стабилизации. На рулевом колесе по левой стороне, причем под пальцами достаточно удобно, у нас располагается клавиша управления мультимедийной системой, громкостью смена треков, клавиша включения подогрева рулевого колеса, такая опция здесь тоже есть, и кнопки управления телефоном. А с правой стороны круиз-контроль и клавиша управления бортовым меню. Селектор управления роботизированной коробкой передач, здесь нефиксируемый, чем-то напоминает селекторы на BMW X5, X6 в 70-м кузове, но при этом, если на немецких автомобилях при зажатии клавиши разблокировки вы нажимаете селектор, например, на себя, то вы включаете драйв сразу, и при переключении из драйва в реверс вы также просто делаете одно движение. Здесь же приходится прыгать через каждую позицию индивидуально, то есть если вам нужно из режима драйв включить, например, задний ход, вам придется включить сначала нейтраль, а затем уже второй раз, скачнув селектор, попасть в R-ку. К этому надо будет привыкнуть. Режим парковка активируется отдельной клавишей рядом с селектором, здесь же у нас функция автоматического удержания автомобиля на месте при отпущенной педали тормоза, как на вагах, есть клавиша управления стояночным тормозом, клавиша включения-выключения беспроводной зарядки, и джойстик, который полностью дублирует все режимы управления мультимедийной системой, которые вы можете выбирать непосредственно на экране. Но если вам по какой-то причине неудобно использовать тачскрин, можете пользоваться вот этими клавишами, но большой необходимости в этом нет. Что касается мест для хранения, бардачков и подстаканников, на центральной консоли у нас есть два подстаканника, ближе к большому боксу бардачка, здесь же у нас имеет двойное дно, маленький отсек для чего-то плоского, авторучки, конфетки, может быть пачка салфеток, бардачок квадратный практически и не очень глубокий на самом деле, где-то сантиметров в районе 16-18, не больше того. Основной бардачок в данном случае у нас тоже небольшой и неглубокий, разместить сюда можно разве что те самые перчатки, и лист формата А4, причем сложенный вдвое, если это понадобится. Внизу дверных карт у нас есть тоже своего рода емкости для хранения, куда можно насыпать что-то не очень габаритное и длинное, стандартные дверные карманы, плюс место под бутылочку. И у подожира также. Что касается обзорности в этом автомобиле, в плане парковки проблем не будет, поскольку наша комплектация, во всяком случае, имеет систему камер кругового обзора. Это однозначный плюс. Боковые зеркала, несмотря на зауженную форму, по площади большие и также достаточно информативные. Лобовое стекло в данном случае узкое, чем-то напоминает спортивный автомобиль. Угол наклона стоек большой, сами стойки относительно не широкие, относительно некоторых современных моделей. И вы видите линию капота. То есть капот у вас прямой, большого наклона нету, в принципе достаточно удобно. Линия бокового остекления, кстати, здесь довольно-таки высокая, но по крайней мере у водителя и переднего пассажира какого-то дискомфорта она не вызывает. В целом, если вы любите современные купе-обороны, кроссоверы, то в данном автомобиле вы будете чувствовать себя привычно. Кстати, пространство над головой при моей регулировке сидения здесь в принципе есть. То есть особого давления сверху не чувствуется. Это несмотря на наличие люка. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем сидении. Так, а на заднем сидении дела обстоят следующим образом. При моем росте 1,86 м я сажусь сюда, практически упираясь головой в потолок. Зазор есть, но он очень минимальный. И в принципе от купе-образного кроссовера ждать другого и не приходится. Возможно, в обычном HVL F7 без суффикса X ситуация выглядела бы иначе. Но пространства для ног здесь достаточно. И усаживаясь сам за собой, напоминая, при росте 1,86 м я коленями до сидения не достаю. И запас по месту еще есть. Также очень хорошо то, что в данном автомобиле пол у нас абсолютно ровный. Здесь нет даже никакого намека на центральный тоннель. Само заднее сидение также у нас плоское. Хотя визуально и разделено на зоны под двух пассажиров. Но при этом третий человек здесь разместится довольно свободно. Для задних пассажиров присутствует подлокотник с двумя подстаканниками. Причем довольно-таки удобный. Маленькие кармашки по низу, куда можно также поставить бутылочку у задних пассажиров. Собственные дефлекторы вентиляции, собственные клавиши управления подогревами сидений и небольшой кармашек. Правда непонятно совершенно для чего он предназначен. Поскольку он довольно-таки мелкий. Телефон сюда вы не поставите. Но можно что-нибудь насыпать. Например, леденцы. Ну и из удобств еще плафонное освещение. Также индивидуальный по одному на сторону. Само заднее сидение регулируется по наклону. Но регулировка в данном случае больше номинальная. Поскольку при максимально вертикальном положении сидения находиться здесь становится вообще неудобно. А максимально возможный наклон спинки назад выглядит примерно вот так. Как, собственно, это и было в начале. Но сама подушка заднего сидения в HVL F7X находится выше по уровню, чем сидение переднее. Поэтому здесь не возникает ощущения того, что вы выглядываете откуда-то из-за бруствера. И в данном случае даже очень узкие боковые окна не есть препятствия для того, чтобы, сидя здесь, вы не могли посмотреть на окружающий, проплывающий мимо мир. Но в целом, если принять более расслабленную позицию, отправляться в дальнюю дорогу на заднем сидении этого кроссовера вполне можно. Единственное, на что хочется посетовать, это на коротковатую подушку заднего сидения. Что касается гаммы двигателей, под капотом HVL X7 или X7X могли располагаться всего два варианта силовой установки. Младшая по объему, объемом 1,5 литра, носила индекс GW4B15. Это современный двигатель, который начал выпускаться с 2018 года. Он выдает 150 лошадиных сил. По конфигурации это рядная четверка с двумя верхними распредвалами. Здесь цепной привод ГРМ, прямой впрыск топлива, соответственно, в наличии у нас насоса высокого давления. Есть фазорегуляторы на обоих распредвалах. Естественно, турбонаддув и гидрокомпенсаторы зазоров клапанов. То есть, заниматься их регулировкой на этом моторе не нужно. Заявленный производителем ресурс полуторалитрового двигателя 200 тысяч километров пробега. Положенная заводом-изготовителем вязкость масла для двигателя полтора литра это 0V30. Заливается его сюда 4,8 литра при замене. Ну, а интервал замены масла лучше, конечно же, сократить с учетом того, что мотор имеет турбонаддув до 5-6 тысяч километров пробега. Второй двигатель, который носит индекс GW4C20NT, имеет объем уже 2 литра. Конструктивно он схож с полуторалитровым. Блок цилиндров здесь чугунный. Это рядная четверка, два распредвала, также фазовращатель, непосредственный впрыск, есть гидрокомпенсаторы и также цепной привод газораспределительного механизма. Плюс, конечно, турбина. Выдает он уже 190 лошадиных сил и целых 340 ньютонометров крутящего момента. А это весьма неплохой показатель даже для тяжелого автомобиля. С двухлитровым мотором этот кроссовер разгоняется с нуля до сотни за около 9 секунд, а максимальная скорость 190 километров в час. При этом с данным двигателем показатели расхода топлива в городском цикле, по крайней мере, в теории, не должны превышать 12 литров на 100 километров пробега. Объем масла в этом агрегате уже побольше 5 литров и вязкость 5В30. Бензин производитель рекомендует 95-й, а примерный ресурс заявлен на уровне 240 тысяч километров пробега. Но, скорее всего, будут прецеденты, когда эти двигатели выходили гораздо больший срок. К этому есть все предпосылки, по крайней мере, пока. Автомобили еще относительно новые, пробегов под 400 тысяч, конечно, на них еще нет. Но, судя по всему, двигатели у компании Great Wall, а именно так расшифровывается GW в начале наименования каждого из этих моторов, получились довольно удачными. По сути, для обоих агрегатов проблемы, с которыми периодически сталкиваются собственники таких автомобилей, очень похожи. Первый момент связан с образованием нагара на клапанах, и эта проблема характерна не только для этих моторов, а вообще для большинства двигателей, имеющих непосредственный впрыск топлива. Вторые эпизодические и совершенно житейские жалобы связаны с катушками зажигания. Ну и третий момент попадались в случае, когда официальный дилер менял патрубки турбины в связи с нарушением их герметичности. А вот по самой начинке двигателя, по поршневой группе в частности, и даже по топливным насосам высокого давления вообще по системе впрысков в целом нареканий нет. Хотя именно двухлитровые Хавейлы в свое время, конечно, успели отметиться отзывной компанией по замене топливных трубок. То же самое касается и коробок передач. На этих автомобилях используется коробка типа DSG, то есть преселективный робот с двумя сцеплениями. Сцепления, кстати говоря, работают в масляной ванне, и такая конструкция изначально имеет куда больше ресурс, чем привычные и знакомые по некоторым моделям ВАГа сухие. Если ресурс сухого сцепления, как правило, в условиях городской эксплуатации редко превышает 70-80 тысяч километров пробега, то вот мокрое сцепление способно отработать практически вдвое больше. Передача в этом роботе 7, и коробка это чисто китайская разработка. Правда, по заверениям самого производителя, разработанная трансмиссия была с учетом всех ошибок и шишек, которые набил в свое время концерт Volkswagen на своих ранних версиях DSG. Из плюсов этой трансмиссии можно отметить большой крутящий момент, на который она изначально рассчитана. Если двухлитровый двигатель этого Havail'а в стоке выдает 340 ньютонометров крутящего момента, то коробка способна потянуть до 450 ньютонометров. Так что запас здесь есть. Также производитель поработал здесь и над системой охлаждения данной трансмиссии. Объем смазки 6,7 литра. Рабочая жидкость здесь специальная, своя. Регламент замены раз в 60 тысяч километров пробега. Говорить про срок службы данной трансмиссии пока возможно преждевременно, но сам производитель говорит о 300 тысячах километров до ремонта. Как мы уже упоминали, коробка на Havail'е имеет 7 передач, при этом прямой передачей здесь является 4-ая. Ее передаточное число 1,02. Первая и вторая передачи же напротив очень короткие. Передаточное число первой скорости здесь 3,68, а вторая 2,68. Так что из 7 передач мы имеем 3 условно понижающих, одну прямую и 3 повышающих. Такая коробка по идее должна обеспечить этому автомобилю очень неплохой старт с места и неплохие показатели топливной экономичности при движении по трассе. Пользователи первых версий автомобилей могли жаловаться на появление толчков при переключении, но как правило проблемы решались прошивкой. Пробег этой машины 30 тысяч километров и на тест-драйве каких-то вопросов к работе роботизированной трансмиссии на данном экземпляре у нас не возникло. Если при трогании с места трансмиссия действительно напоминает о своем роботизированном характере, что чем-то похоже на DSG на Volkswagen, то вот на ходу переключение в данной коробке вообще незаметно иначе, кроме как по тахометру. Ну а перед тем, как посмотреть на HVL F7X снизу на подъемнике, давайте посмотрим, как обстоят дела с дорожным просветом. Каталожное значение клиренса для этой модели 190 миллиметров, но если мы вооружимся рулеткой, мы увидим, что искомые 190, низшая точка у нас будет находиться под металлической защитой моторного отсека, а бампера и пороги естественно будут выше. Расстояние от асфальта до края переднего бампера в его задней части 24 сантиметра, так что парковка к любому поребрику и опять же заезд через любые бордюры этой машине вполне по силам. Расстояние от земли до переднего брызговика 21 сантиметр, а до поддомкратника 25, это в передней части. До порога сзади порядка 30 сантиметров, но картину в задней части автомобиля в плане проходимости будет ограничивать свисающий вниз топливный бак и его защита, до которых, правда, вполне себе взрослые 20 сантиметров. Под задним брызговиком 26 и до края самого бампера порядка 32 сантиметров, так что в плане геометрической проходимости у этого автомобиля все в полном порядке. Ну а теперь про подвеску и вообще в целом впечатление от автомобиля снизу. Подвеска на этом автомобиле по своей конструкции типична для данного класса паркетников. Передняя подвеска типа Макферсон сзади многорычажка. По передней подвеске что следует отметить? Ну во-первых в глаза бросается съемная шаровая опора на нижних рычагах как и на старых Тойотах. То есть этот компонент вы можете заменить без замены всего рычага в сборе. Второй момент стабилизатор поперечной устойчивости к креплениям которого в данном случае у нас очень-таки хороший доступ. Поэтому для замены втулок стабилизатора не придется здесь ничего снимать. Правда сам стабилизатор поперечной устойчивости довольно оригинальной формы. Он огибает кардан и при этом сам пруд скажем так не слишком толстый. То есть сравнивать его с немцами с каким-нибудь наподобие Тигуаном то там конечно все будет посолиднее. Рулевая рейка на этом автомобиле электрическая соответственно каких-то проблем с протечками с гидромагистралями и так далее у вас не будет поскольку их здесь просто банально нет. Токи переднего стабилизатора кстати говоря самые обычные очень длинные но при этом металлические не пластиковые как на некоторых современных моделях. Также по низу автомобиля можно отметить первый момент это наличие достаточного количества шовного герметика на элементах соединения кузова и вообще в целом наличие антикоррозийной обработки по низу автомобиля а ее здесь на самом деле достаточно и судя и судя по всему сделано это было еще на заводе при сборке автомобиля поэтому есть предположение что по крайней мере в первые лет 5-7 эксплуатации каких-то проблем с коррозией по низу хавейлов скорее всего не будет если говорить про конструкцию кардана к задней оси то в данном случае бросается в глаза один единственный момент его довольно таки небольшая толщина видно что на серьезный крутящий момент он здесь не рассчитан но опять же интересная конструкция здесь нет привычных привычного вида эластичных муфт здесь нет крестовин подвесной подшипник по большому счету все подвеска в данном случае кстати не какая-то супер сложная здесь два больших рычага и один маленький сверху по сути дела тяга каких-то сверх замороченных решений здесь не видно есть предположение что все это должно работать достаточно долго и уверенно также в задней подвеске используется стойка то есть пружина у нас опирается на сам амортизатор также в задней части автомобиля у нас прикрытой серьезной металлической защитой располагается топливный бак объемом 56 литров бак кстати говоря пластиковый таким мы увидели сегодня представителя современного китайского автопрома Havail F7X 2021 года выпуска с пробегом 30 тысяч километров и в целом конечно заметна огромная разница в качестве исполнения между этой машиной и скажем автомобилями начала 2010-х годов которые мы привыкли видеть если у вас был или есть Havail F7 либо F7X на котором вы проехали уже скажем больше сотни тысяч километров пробега и вам есть чем нас дополнить в чем нас поправить обязательно укажите все это в комментариях ведь людям которые сейчас выбирают между покупкой возможно бэушного автомобиля или нового Havail или возможно размышляют над тем чтобы купить бэушный Havail именно ваш комментарий может помочь определиться с выбором спасибо вам за просмотр и до новых встреч на канале пока пока